Привет, друзья! Меня зовут Назар Давыдов, человек, которому нужен, особенно в Турции. На днях я прочел статью, пугающую россиян о том, что по возвращении домой их ждет очень много всевозможных документов, которые нужно заполнять. Нужно сдавать тесты, штрафы, жестко контролирует все полиция. Мне стало интересно узнать правду, и я решил спросить у Кирилла Ямаш, но вы их знаете, как же все это у них было. Здравствуйте, друзья! Мы добрались из Алании до России. Происходило это 18 августа. Мы летели из аэропорта Газипаша. На входе в аэропорт нас попросили надеть маски. В общем-то, в самом аэропорту, когда мы уже прошли все контроли, нас с масками не очень доставали, поэтому мы ходили без масок. Мы летели авиакомпанией Победа. Достаточно неоднозначное у всех отношение к этой авиакомпании. Тем не менее, из Газипаша очень удобно и по времени. В 12.20 вылет. Единственный рейс в день. Какие есть нюансы? Насколько я поняла, на входе в аэропорт эти претензии предъявлялись только к пассажирам Победа. Надо прямо на входе в аэропорт предоставить билет. Насчет ручной клади. Они, именно турки, требуют, чтобы вот в этот вот унизительный чемоданчик, ларчик, где они там меряют ручную кладь. Железную форму для изменения. Вы сумели запихать абсолютно все свои вещи, включая покупки в дьюти-фри. То есть, если у вас битком набитый рюкзак по параметрам Победы, и вы купите еще хотя бы одну бутылку или там коробку в основном бутылке в дьюти-фри, вам могут это завернуть. Это из личного опыта, и в данном случае тоже требовали все туда упихивать. Имейте просто это в виду. Самолет был полупустой, да. Мы сели где хотели, мы пересели с наших мест. Очень многие люди, включая Кирилла, завалились спать на три сидения. Все поснимали маски. Опять же, кто хотел, снял, кто не хотел, не снял. Конкретно на данном рейсе нас вообще не трогали. За что им отдельное спасибо. Да, мы прям чуть-чуть даже полюбили авиакомпанию Победа. Было комфортно, удобно и, в общем-то, долетели спокойно. По поводу требований въезда в Российскую Федерацию, наверное, это основной вопрос сейчас в условиях всяческих ограничений. Первая Победа и другие авиакомпании за несколько дней до рейса начинают слать вам на почту всякие страшные письма. Мол, распечатайте анкету, заполните анкету, зарегистрируйтесь на сайте госуслуг. Вы обязаны то, вы обязаны сё. Поэтому я, ещё будучи в Турции, немножко изучила законодательство Российской Федерации. И вы вправе все поступать так, как считаете нужным, как хотите, как вам комфортно. По закону предоставлять свои персональные сведения, а это заполнение анкеты. Любой, абсолютно, там, кто бы вам её не давал, вы можете только по добровольному собственному желанию. То есть вы не обязаны заполнять эту анкету. Хотите, заполняйте, дело ваше. Но если вы по какой-то причине не хотите её заполнять, не заполняйте. Это, кому интересно, федеральный закон номер 152, можете ознакомиться, почитать. Это первое. То есть вы, в принципе, не обязаны никому давать свои персональные данные. Второй момент. Даже если вы захотели дать эти персональные данные, анкета сделана в нарушении этого же самого закона. То есть в конце анкеты должно быть указано, кто именно будет оперировать с вашими данными, какая организация. Потому что на сегодняшний день анкета составлена на деревню дедушки. Любой Вася Пупкин может взять ваши данные с паспортными данными и использовать ваше указанное местоположение в течение 14 рабочих дней. Собираетесь ли вы там далее, за границу не собираетесь. Может быть, это чуть-чуть больше информации, чем ожидал назад. Но я считаю нужным это всё озвучить, потому что сейчас очень непростое время. И в этой точке бифуркации мы должны принимать решение. В общем, если вы считаете нужным для себя заполнять эту анкету, вполне можете её заполнить. На выходе из самолёта до нас докопалась девушка, которая эти анкеты заполняет. Мы сказали, что мы заполнять не будем. Она просто попросила на этой же анкете написать отказ. Мы написали отказ. И всё. Слово отказ. Да, ну она просила имя, фамилию. В принципе, это личные данные. Можно было с ней пободаться. Она там угрожала сотрудниками милиции, полиции. Но, честно говоря, бодаться не хотелось, поэтому мы ей написали отказ. В принципе, вы можете даже указать любые абстрактные имя с фамилией. Никто это, естественно, проверять не будет. Можете быть спокойны. Что меня лично удивило по прилёте в Москву относительно того, как я летела, например, в Турцию. Нигде с момента выхода из самолёта у нас не была проверена температура. Даже температура. То есть, когда я прилетала в марте, 18 марта, то это было что-то из разряда фильмов-экшенов голливудских про бактериологическое оружие. То есть, везде ходили вот эти полиэтиленовые космонавты в масках и перчатках. Вот эти вот телепузики. И там отлавливали людей с определённых рейсов. Куда-то их там подводили. Требовали что-то там подписывать. В этот раз ноль. Вообще никаких людей специальных нигде не было. Мы, поскольку летели без багажа, вот мы прошли паспортный контроль и тут же оказались в городе Москва на улице. Там, конечно, в фойе говорили, опять же, по громкоговорителю, что, мол, можно сдать ПЦР чуть ли не на стойках регистрации в аэропорту, видимо, тем, кто летит из Москвы дальше. Но эту тему мы тоже благополучно игнорируем, начиная с заполнения анкеты на сайте госуслуг. Как это у нас дальше пройдёт, посмотрим. Вот. И вот так вот мы прилетели. То есть, требований практически никаких. Разве что вот эта бумажка анкеты. Естественно, ничего вам нигде распечатывать не надо. Успокойтесь. Вам всё дадут в самолёте. А если вы и в самолёте откажетесь, то вам на выходе всё равно её дадут, размахивая распечатанным постановлением нашего ведсан-главэксперта Роспотребнадзора. Которая к нам, в общем-то, никак не относится. Не противоречит законодательству. Ну, положение, да, положение, опять же, противоречит федеральному законодательству, что, в принципе, быть не должно. То есть, для того, чтобы привести это в соответствие с законом, либо надо переписывать постановление нашему главврачу, дай бог ему здоровья, либо надо сначала переписывать федеральный закон. Ни того, ни другого не сделано. То есть, постановление чиновника не может противоречить федеральному закону. Всем удачи. И в России прекрасная погода. Пока. Пока, да. Пока, да. Говорят, что много грибов. Сегодня пойдем в лес проверять. Вот так вот мы и прилетели. Всем счастливо. Друзья, по-моему, здесь и добавить-то нечего. Но если все-таки есть что добавить, то обязательно пишите в комментариях к этому видео о своем личном опыте. Ну и если будут возникать вопросы, буду рада на них ответить. Вся моя контактная информация в описании к этому видео. Жмите на колокольчик, чтобы приходили уведомления о моих новых видео. Ставьте лайки. Ну и до встречи. Пока.